Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня, в воскресенье, 6 декабря, мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к Эфесиным, 6 главу, с 10 по 17 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все проодолевшее устоять. Итак, станьте, припоясавши через славу вашу истину и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Такой интересный, красивый, такой поэтичный отрывок мы с вами сегодня прочитали, братья и сестры. Часто этот отрывок также читается в память святых мучеников, да, потому что здесь есть идея некого противостояния, некой борьбы. И начинается этот отрывок десятым стихом, где сказаны такие слова, наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. То есть, конечно же, в любых сложных обстоятельствах, испытаниях христианин призван укрепляться Господом и могуществом силы Его. Ну, поскольку человек немощен, ограничен, не может сам человек выстоять перед лицом всех трудностей этой жизни. Это вот одна из главных мыслей христианства, что сам человек себя не спасает. Он спасается Господом, благодатью Духа Святаго, могуществом силы Божией. Ну, а далее апостол Павел использует такой красивый образ того, как воин облачается в доспехе, да, как он выходит на войну, на битву. И вот начинается в 11 стихе этот красивый пассаж такими словами «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». «Всеоружие Божие». Ну, это слово «всеоружие» взято, конечно же, из военного лексикона, потому что, например, были ситуации, когда можно было воину облачиться не в полное воинское обмундирование, ну, в определенных, наверное, случаях. А если это была битва серьезная, предполагающая мощь соперника, противника, то, конечно, надо было облечься во все оружие. То есть все необходимое оружие, броню, защиту, шлем, меч и прочее, ну, все это будет перечисляться сейчас апостолом Павлом. Но прежде чем он это все перечисляет, он говорит, что мы против козни дьявольских выступаем, да? То есть он говорит о том, что это брань, конечно, духовная, что все, о чем он говорит, это метафора. И в 12 стихе поясняет, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы и века сего, против духов злобы поднебесных. Конечно, когда здесь говорится начальство, власти, мироправители, безусловно, апостол Павел имеет в виду не какие-то мировые власти, земные, конечно же, там правительство, хотя, несомненно, иногда через определенных правителей, определенных князей, царей, императоров, как той же Римской империи, может действовать враг рода человеческого, да, может действовать дьявол. Но здесь апостол Павел в большей степени, конечно, говорит о этой духовной иерархии, да, то есть если есть вот в ангельском мире духовная иерархия, мы об этом немножко говорили, то и у духов злобы, у так называемых бесов тоже есть определенная градация, по крайней мере апостол Павел здесь ее так условно очерчивает, да, начальство, власти, мироправители, тьмы, века сего. То есть всегда злые силы ассоциируются у нас с тьмой, да, если Бог есть свет, то, соответственно, враг Божий, сатана и духи злобы, бесы, они, конечно, тоже ассоциируются у нас с чем-то темным, именно вот в нравственном смысле слова, противопоставленным Богу. Вы помните, как вот у Иоанна Богослова в начале его Евангелия «Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его». Такие прекрасные слова, да, то есть свет Христос приходит в мир, и христиане, его продолжатели, они несут свет и тем самым сражаются с тьмой, с духами этой самой тьмы. И вот эта фраза, напомню, «Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его», она имеет такой двойственный характер. С одной стороны, свет всегда светящий, не может быть объят тьмой, соответственно, свет всегда, с одной стороны, будет победителем, но с другой стороны, у этой фразы есть какой-то обратный смысл, что свет во тьме светит, но тьма так и не была полностью, как бы пронизана, полностью рассеяна, да. То есть получается, что все равно, несмотря на яркое свечение этого света, яркость, которая источает этот свет, все равно тьма в той или иной степени остается, да, она не полностью сдает свои позиции. Ну вот, соответственно, и здесь тоже мы видим, как христиане продолжают дело Иисуса Христа, сражаясь с этими самыми духами тьмы, духами злобы поднебесной. Тоже интересный момент. Дело в том, что у нас в голове достаточно четко существует такое понимание, может быть, несколько стереотипное, что духи злобы, бес, сатана, дьявол, ад, они находятся где-то внизу, так скажем, где-то там под землей. Как даже некоторые исследуют этот вопрос, говорят, что вот там где-то ближе-ближе к ядру земному можно обнаружить, если глубоко копать, следы ада, да, адского состояния, адского пламени. Но дело в том, что даже в самой Библии были немножко разные, прямо противоположные понятия о том, где находится место обитания дьявола, злых духов и, соответственно, вот ада, да, как место мучения самих бесов и грешников. Иногда считалось, что где-то под землей, а иногда считалось, что это где-то в каких-то слоях неба, да. Мы знаем, что небо, условно говоря, делилось на несколько ступеней. Помните, апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, и мы об этом говорили, что он был вознесен до третьего неба. Некоторые делили небо на три уровня, иногда на, даже на семь, на седьмом небе, вот мы говорим до сих пор, на седьмом небе от счастья. А это ведь идет, уходит корнями именно вот в те времена, когда действительно небеса подразделялись на различные уровни. Так вот, считается, что где-то в этих уровнях и обитают эти духи, как здесь написано, злобы поднебесной. Считается, что когда человек проходит мытарство, например, после смерти, он как раз проходит через вот эти воздушные мытарства. Ведь они же так и называются, воздушные мытарства, да. Князь воздушных мытарств еще иногда называют дьявола. Поэтому в данном случае мы должны иметь в виду, что, конечно же, наше восприятие, наше понимание загробных реалий, уже не собственно земных, не грубо материальных, оно условно ограничено. И поэтому стараться, что называется, поймать дьявола где-то под землей или, наоборот, в небе, в космосе, ну, это, конечно, слегка наивно. Поэтому нужно просто, когда мы читаем с вами вот эти описания, эти наименования, что духи злобы поднебесные, нужно просто помнить о том, что это исходит из того понимания реалий, которые существовали в ту или иную эпоху. Для нас с вами важно не то, собственно, да, где они территориально располагаются, эти духи злобы поднебесной, а, конечно же, тот факт, что мы находимся с ними в брани, находимся с ними в войне. Мы пытаемся, продолжая дело Иисуса Христа, разгонять тьму и быть светом, нести этот свет Христов, согласно слову самого Господа, который нам говорил, так это просветится свет ваш пред людьми, чтобы видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего, который на небе. Вот, собственно, братья и сестры, нам с вами и нужно стремиться к этому. Напомню, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к Эфесиным, шестую главу с десятого по семнадцатой стихи. Также напоминаю необходимость для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключена великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Слово Божие, Великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...